Я хотел поднять новую тему, которую, именно новую в том смысле, что забытую чуть-чуть, как была забыта тема интеллигенции, казалось, нет, и казалось, вот тоже где-то лет 10 назад, 15-20, тема просто перла со всех тягов, и все обсуждали активно на форумах в интернете, там просто длиннющие были. Потом это как-то смело, 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 и вот почему-то в последнее время опять стало, так это, ну в связи, наверное, с развитием футурологии, футурологических каких-то вещей, проблемы технологической сингулярности и прочее. Ну и вот маленькое предложение. На днях пришла новость, что Элон Маск, Марк Цуперберг, Эштон Кутчер, киноактер, совместно инвестируют 40 миллионов долларов в искусственный интеллект. Деньги вкладываются в компанию такую, которая разрабатывает софт на основе вычислительных принципов человеческого мозга. В качестве своего креда компания заявляет, мы создаем программу, которая думает и учится как человек. То есть опять проблема искусственного интеллекта всплыла, и, наверное, так же, как мы говорили, что был проект, нужно было складывать ршов у генома, вот сейчас брошен огромные деньги на искусственный интеллект. Сколько? 40 миллионов. 40 миллионов. Ну это как бы не так много, конечно. Да, я могу, меня извините. Для проекта это мало, это одна лаборатория. Но сам факт вложения денег и лозунг, мне кажется, очень странный. То есть такой, что создать программу, которая бы работала, обучалась по типу человеческого мозга. А что под этим подразумевается, мне всегда очень интересовалось, когда люди говорят об искусственном интеллекте. Иногда говорят, что интеллект это способность адаптации. Я говорю, ну, бачок, унитазный бачок адаптируется, животные адаптируются, мы это хотим получить, адаптацию. Или что? И более того, что мы, когда говорим об интеллекте, об интеллектуале, то подразумеваем человека, который чаще всего очень плохо адаптируется. То есть это явно не адапционная функция интеллектуальности. А обычно, в обычной жизни, люди, те, которые наиболее адаптивны, они не интеллектуальны. Наиболее выживают. В различных сложных условиях. Кто у нас выжил, выживает в войнах, в революциях и все. Не интеллектуалы, не те, кого мы хотим моделировать. Но можно вспомнить просто первобытного человека. Первобытного человека, можно вспомнить, который выжил и дал бы возможность нам жить. Вряд ли он был интеллектуал. Что же хотят моделировать? Ну, в качестве примера, вот эта же контора, которая уже выдает какие-то результаты, выдает расшифровку капча. Ну, расшифровку образов. Интеллектуальная эта задача. Ну, в принципе, животное с этим справляется. Кот узнает своего хозяина, собака узнает. То есть, вот именно не, скажем так, вот если мы возьмем черный ящик, на вход на него что-то поступает, на выходе что-то получаем. И мы говорим, что вот там интеллект, вот что мы должны на выходе иметь? Вот как поставить задачу, вот этой конторе поставить задачу, как оценить? То есть, прежде всего, стоит вопрос оценки. Вот они им дали столько-то денег, на такой-то срок, и вот теперь, в конце этого срока, отчитаетесь. Вот как мы оценим, получим. И самое интересное то, что мы, спрашивая о своем соседе, о друг друге, не всегда можем сказать, а он интеллектуальный или нет. Мы не можем прийти к общему мнению об интеллектуальности. А тут вот как бы мы оценивать, что они получили? Ну да, он будет узнавать образы, может читать, может приспосабливаться, быстро искать информацию в интернете, у которого может найти человек, ну, IBM проект, да, вот он выигрывает в телевизионных векторинах, но интеллект ли это? Что отличает интеллект от интеллекта, вот на ваш взгляд? Что мы должны ожидать от ИИ? Я отвечу по-своему, очень просто. Это способность создания, образования картины мира. Ну, я бы, еще попроще, наверное, в этом же духе. Это полная задача. То есть, когда человек адаптирует. А, нет, кстати, у животных есть своя картина мира, и они в ней адаптируются, и они в ней живут и существуют. И чем тогда отличается человеческий интеллект, либо теоретической картины мира тогда? То есть, у каждого живого существа есть своя картина мира, в которой он существует. То есть, есть некая способность рефлексировать эту картину мира и выдать ее в виде знания, да? То есть, либо можно сказать так, что если мы отличим инструктуальную профессию от неинтеллектуальной, интеллектуала от неинтеллектуала, это способность производить творческий продукт. Ну, совершенно верное замечание, разумеется, вот картина мира, это знания картины мира. Знания, да, да. То есть, ну, скорее всего, нужно говорить не только о знаниях картины мира. То есть, можно сказать, слишком широко, а если более частно, это, я уже свое излагаю, то есть, это выводить творческий продукт, который не может быть получен рациональным методом. То есть, это может быть и художественное творчество, и научное творчество, и философское творчество. То есть, любое производство нового продукта, это отличает интеллектуала от неинтеллектуала. Интеллектуальную профессию от неинтеллектуальной профессии. И когда мы дождемся, что нам программа, компьютер не просто решит задачу какую-то, а сформулирует, скажем, новую задачу или выдаст какую-то творческую инновацию, тогда мы можем как-то заключить, что да, действительно интеллект. Иногда приводит пример, что да, пожалуйста... Решит или создаст задачу, разные вещи. Создаст. Это принципиально. Да, разные задачи, разные. Потому что решить задачу, которую... Кстати, этим страдают программисты, когда переоценивают свои возможности, они всегда считают, что они сверхумные, потому что они могут решить любую задачу. Они действительно могут решить любую задачу. Они могут вот все, что угодно, но, к сожалению, они не могут поставить задачу. Чаще всего. И вот это самомнение программистов, что вот я из ничего что-то сделал, но он обычно решает поставленную задачу. Он мне говорит, скажите, что сделать, я этого воплощу. В этом смысле, может быть, отличается интеллектуальная, интеллектуальная. Он ставит задачу. Придумывает новую задачу. Да. А неинтеллектуальный может решать задачу адаптивно. Адаптивно может... То есть методом адаптивного приближения может решить задачу любую. То есть компьютерная программа может решить любую задачу методом адаптивного приближения. В свое время я придумал притчу такую, анекдот про программиста, который захотел сделать искусственный интеллект. Он все себе точно представил, как это, что. И долго-долго работал, и в конечном итоге он его сделал, создал искусственный интеллект. Он пришел к мнению, я создал искусственный интеллект. То есть он добился своего. И тут, когда его стали расспрашивать, анализировать, а интеллект, ты что взял за прообраз-то? То есть ты что-то моделировал, чтобы... А ему моделировать можно было только свой мозг. Другой мозг ему недоступен. И он смоделировал свой мозг. Ну, правда, беда в том, что во время работы долголетней, так, пятилетней над искусственным интеллектом, он свой интеллект довел до машинного. А не машины приподнял до человеческого интеллекта. То есть решая прикладную тупую задачу, он свой интеллект довел до машинного, и его смоделировал, и остался доволен. Вот такая притча об программисте, который создал искусственный интеллект. Я бы здесь как бы только одно заметил, что вы говорите, что есть интеллектуальные люди, неинтеллектуальные люди. Есть проблема интеллекта, которая присуща и интеллектуальным людям, и неинтеллектуальным людям. И проблема искусственного интеллекта, это же не проблема моделирования интеллекта только интеллектуальных людей. Нет. Это проблема, на самом деле, моделирования просто интеллекта. Так нет. Вот что такое интеллект и есть? То есть, если вводить такую градацию, скажем, рассудок, разум и интеллект. То есть если разделять, скажем, рассудок от интеллекта, то есть рассудок это решение каких-то задач, это адаптация, то есть рассудком обладают практически все люди. Но интеллектом мы называем только то, что порождает некую инновацию интеллектуальную какую-то. Но это ваше определение. Мое определение интеллекта это просто мышление, иное слово для мышления. Да, тогда мы должны... Искусственное мышление смоделировать? Да, искусственный мышление, калькулятор. Нет. Калькулятор. Нет. Тогда встает вопрос так, что мышление, у мышления есть огромное количество функций. Одна из функций мышления это вычисление. И считалось, что машины никогда не смогут вычислять, когда до первых счетных машин, калькуляторов и все прочее. И когда бы смоделировали одну из способностей мышления, это является искусственное мышление? Частично да. Частично да. То есть мы сейчас огромное количество человеческих функций мышления уже заложили в компьютер. По частям. Но ни одной из них мы не называем искусственным мышлением, искусственным интеллектом. Ну смотрите, в свое время, как бы долгое время были споры. Сможешь ли когда-нибудь компьютер обыграть в шахматы, там, самого лучшего шахматиста? Да. И сейчас уже такой проблемы нет. Любой компьютер шахматный, да, обыгрывает любого, там, гроссмейстера современного. В принципе, как бы, мощности компьютеров настолько выросли, что никакой человек просто не может соревноваться с этим. Ну это не мощности, это, в принципе, программное обеспечение. То есть там все целиком. Но в данном случае можем ли мы считать этот компьютер интеллектуальным? Ну это терминологически, конечно. Вот я с чего и начал, с постановки задачи. Когда мы будем спрашивать у этой фирмы, создали они искусственный интеллект или не создали, все зависит от того, как они дадут определение. Дадут они определение, что интеллект это то, что может распознать образ. Они это сделают. Интеллект это то, что можно сыграть в шахматы. Они это сделают. А чего они не сделают? То есть, есть ли то, что нельзя сделать, смоделировать человеческий мозг? То есть, вы заранее считаете, что смоделировать мозг человеческий невозможно? Да, сегодня я это не обсуждаю. Я так считаю, да. Но я это не обсуждаю. Я просто ставлю вопрос, а что, какого? Критерий. Вот критерий, интеллект это просто думание, это не критерий для оценки. Есть критерии тест-тюринга, да, казалось бы. Но тест-тюринга это не критерий на человеческий интеллект, а просто на знание и умение владения языком. То есть, и опять же, если бы не было ничего сверх теста тюринга, а сверх это творчество. То есть, тогда нужно разделить так, что есть проблему, если посчитать, что интеллект это просто мышление, проблему с этого разделить так. Мы сначала моделируем мышление, вот на таком уровне, а еще что-то остается сверх, что не равно человеческому мозгу. То есть, у человеческого мозга есть еще что-то, что не сводится вот к мышлению, прямому логическому рациональному мышлению. Так вот, какую мы задачу ставим? Смоделировать часть какую-то, либо действительно то, что ставится задача этой фирмы сделать мозг, сделать устройство адекватное человеческому. Тогда нужно сразу уговаривать. Да, мы делаем неадекватное, мы делаем только частично, а некая творческая часть остается нам недоступной. Ну, это они же понимают и думают. Они, конечно, говорят не о какой-то творческой части, они говорят вот… Тогда нельзя говорить о моделировании человеческом. О машинке распознавания образа. О машинке распознавания образа – это просто дрюшка. За эти соток миллионов своих, они рекламу себе сделают больше. Вот как бы просто… Я так… Отработали они уже. Держусь мнение классической философии в этом вопросе, да, которое… это известное мнение этого Шеллинга, да, которое… ну, и Гегеля можно сказать, что природа – это окаменевший интеллект. Да, да. То есть, интеллект – это не нечто такое, что присуще людям. Интеллект – он, на самом деле, присущ природе. И в разной степени, как бы, животные, растения… И мы, люди, приобщены к этому интеллекту, да. Может быть, есть другие существа более высокого уровня, чем мы, и они приобщены к этому интеллекту еще больше. Поэтому нет никакого бы удивления, с моей точки зрения, что когда-нибудь машины тоже будут приобщены к этому интеллекту в большей степени, чем люди, или так же, как люди. У меня как бы в этом удивлении никакого не возникает. Влад, здесь существенный момент, если с философской точки зрения подходить, что если интеллект – это не свойство человека, не качество человека, а нечто вот мировое, тогда мы не имеем право… А человек откуда взял интеллект? Да, да. Поэтому тогда мы не имеем право говорить о том, что человек интеллектуален, а только при… он, как бы, имеет отношение к интеллекту. Да, да, да. Тогда вопрос об интеллектуальности машины вообще бессмысленный. Не, ну… То есть, если человек тоже не интеллектуальный, да и машина не подавляет. Не, можно говорить о степени, да, может ли машина достигнуть степени интеллектуальности, которую достиг человеку. Это вопрос, да. Как бы постепенно она, вот мы уже рубежи берем, там, она уже играет лучше нас в шахматы, она лучше нас вычисляет и много что делает лучше нас. Глядишь, она станет лучше нас… Здесь тогда встает еще такой вопрос по поводу машины и организма, да, механизма организма. То есть, если они ориентируются на вот эту машинку, она машинка, рациональная, строго программируемая, то я скажу, что в ней вот… Локальный интеллект в машине так же бессмысленен, как локальная жизнь в механизме. В механизме жизнь не может быть. Так и здесь интеллекта быть не может. Но если это не компьютер, не машина, а нечто вот такое, нам еще неведомое, да. Но вот из этой машины интеллекта не меньше. Нет, просто тут еще вопрос. Всегда мы говорим об истоках. Мы тоже когда-то… Мы считаем, в принципе, мы рациональные люди, что нас не Бог сотворил, да, а мы тоже возникли как-то из вот этой пустой, как бы бездушной природы, в которой, казалось бы, ничего человеческого нет, путем долгого-долгого движения, как бы там, через животных, там, через какие-то там промежуточные этапы, вдруг возникли мы. Согласитесь, что как бы это удивительно, что из… от того, что мы признаем как отсутствующий, как минимум интеллекта, мы возникли мы, которые, как бы, являются как интенсенсы интеллекта. Точно так же не удивительно, что когда-нибудь машины пройдут эту же эволюцию благодаря нам, не те машины, которые сейчас есть, а просто рядом с нами присутствующие машины, и постепенно они как бы доводят меня в пользу. Вот такой очень важный момент, да? Давайте оттолкнемся от того, что сказано, а именно распознавание образов. Конечно, было бы здорово, если бы машины прошли вот ту же самую эволюцию, да, и научились распознавать образы. Но в реальности, в данной программе, мы же прекрасно понимаем, что это не машина будет распознавать образы, а этот человек распознает образы и научит машины распознавать именно образы. У машин нет даже представления, такое образ. Подожди, точно так же по-человечески распознавать образы. Как и шахнет. Вот машинка видит, видит камень, ага, и это будет написано человеком. Камень, осторожно. А смотрите, а блин, представьте машину самообучающейся. Ее отпустили на волю, дали им, ну, условно говоря, сделали реактор там на миллион лет, и он там ходит, что-то щупает, пробует, щупает, пробует, и представьте, что она может себе плодить подобное. Эти машинки ходят, что-то щупают, накапливают опыт, передают, переписывают программу другой машинки. Я думаю, что может через миллион лет они станут разумными, как мальчики. Мне такое впечатление, потому что достаточно, чтобы опыт накапливался, достаточно, чтобы они могли себя обучать. Но вот моделировать эволюцию таким искусственным образом, это, по-моему, следующий этап. А сейчас надо промоделировать эволюцию хотя бы на уровне бактерий. Я уже, по-моему, десять лет уже там на Шерихе-Коле моделировал, и все никак не могут добиться там эволюционного скачка. Ну вот один мужик решил там лет десять или уже двадцать лет, я не помню, назад взбалтывать эту не примитивную, а стандартную культуру Шерихе-Коле, колбин, для того, чтобы пронаблюдать, экспериментально доказать эволюционный процесс. И он уже взбалтывает, поскольку никакого шума нету. А последний раз я лет семь назад про это читал, он уже опубликовал свои результаты там после десяти лет взбалтывания. Никакого толку, короче. А зачем взбалтывать? А потому что она очень много быстро размножается. Марин, конечно, и тем более. То есть все-таки генерация-то проходит. Если вот перевести на более-менее приличный организм этот, то генерация, она уже до дуры уже там. Миллиард лет до нашей эры. Ну, если на человека перевести, понимаешь, да? Ну, вот как, скажем, медикатающее вы сценировали, и если пересчитать на генерацию, а это маленькая, простенькая, бактерия, и она проделала уже генерации больше. Так разбалтывали зачем? Ну, чтобы жила. Ну, аэропа? Влад, возвращаясь к хвасовской проблеме. Все-таки, если разум приписывается миру, что это нечто вот такое вот всеобщее, да, то и та эволюция, которая прошла, она именно была в русле вот этого всеобщего потока. И повторить ее, это как бы мир так развивается, а нельзя локально. Ну, то есть как вот нельзя в пробирке гомункулса сделать, локально сделать жизнь, вот слепить ее. Она как бы вот где-то от начала мира идет. Так и разум идет от начала мира. И вдруг где-то это вот воплотить в железке какой-то. А в другом месте мира может быть параллельно? Нет. То есть, по моему мнению, нет. Я думаю, что мир, смотря как представлять мир, если мир представляет действительно вот как бесконечную вселенную, то там, то там, то да. Да, я все-таки склоняюсь к восточной буддистской какой-то, что это единый процесс, единая инволюция и эволюция, то есть этапы. И что нет где-то вот в этой голой пустыне, то там зародилось, то там зародилось. Единый процесс. У вас назвали много теологического посылка. Конечно, конечно. Что невозможно человек уникальный такой, невозможно повторить. Это чисто теологический предпосыл. Конечно, теологический. Во-вторых, что на самом деле, что эволюция была только у нас. Вы такие визборные. Нет, Влад. А все остальные? Нет, Влад, Влад. Вы неправильно поняли фразу. Если эволюция где-то идет и в других концах вселенной, она точно такая же и синхронная. Это не то, что вот у нас случайно тут, 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 там, сям. А вполне возможно. А по другой ветви она не может пойти? Принципиально? В нашем мире принципиально нет. Неизвестно. Может быть, один мир другой, другие силы. Нет. В нашем мире, даже следуя антропному принципу. То есть, с едиными силами, с которыми есть... Но это другая проблема. Давайте все-таки... Это вопрос перенести наш мир и повторить его везде. Конечно, там другие места. Нет. Я имею в виду мир целиком, весь мир. Не перенести его в другое место. Нет. Я имею в виду, что во Вселенной много миров. Нет. Нет. Скорее, наоборот. В мире много Вселенных. То есть, Вселенная, это же что-то физическое. Ну ладно, неважно. Давайте. То есть, на мой взгляд, на мой взгляд, вообще, проблема искусственного интеллекта, она, как и проблема искусственной жизни, совершенно надуманная и бессмысленная. То есть, то, что, скажем, ну, как бы животные поставили бы проблему искусственной жизни, и они бы пытались бы решить, а как нам создать еще какое-то вот сверхживое существо, ну, на биологическом уровне. Точно так же мы думаем о том, а как нам создать что-то сверхразумное вот рядом с человеком. Не будет ничего сверхразумного рядом с человеком. Разумный человек, и все. То, что будет следом за нами по социуме, оно будет неразумное. То есть, оно будет нечто такое другое, которое мы вообще не можем описать. У вас, получается, теперь интеллект связывается к разуму. Согласен. Ну, в принципе, да. То есть, можно синонимы сказать. Я, то есть, скажем так. Я говорю, что интеллект и мышление это синонимы. Потому что разум... Определенная разновидность мышления разума. Нет. Я различаю так. Значит, что рассудок, разум. Разум и интеллект в некоторой степени в разных терминологиях можно считать синонимами. То есть, разумность это именно творческое, то есть, чисто по-гегелевски, да. Рассудок. Это рассудочность. Это формальная логика. Это рациональность. А разумное мышление, интеллектуальное мышление, это творческое мышление, способное на решение проблем, которые не сводятся к рациональности. То есть, в самоопределении. То есть, у нас есть проблемы, которые нельзя свести к рациональному мышлению? Есть. Они решаются? Решаются. У нас это рационально противоположено мистическому. То есть, у вас это... Причем есть мистическое? Нет. Мистическое это совсем другое из этого. Потому что, есть, скажем, если вы считаете, ну, скажем, когда ученый нерационально решает задачу, ему приснилось что-то, или он приходит, находит новую формулировку, вы называете это мистикой, то да. То есть, вопрос от терминологии. То есть, или вы считаете... С чего вы взяли, что это нерационально? Рационально? То есть, это логично строго. То есть, если он нерационально... То есть, его теория... А с чего вы взяли, что то, что он увидел во сне, это нелогично? Ему пришло нерациональным способом. Нелогичным способом. Так что значит нелогичным? А что такое логичным способом? Логичным способом, когда из А выпыл Б, С, Д. Вот вывел. Правильно, когда сон это такое же размышление во сне происходит. Он не знает об этом, но не знает. Проблема создания интеллекта, на самом деле, одна из самых сложных проблем, это формализация эволюции. И стоит вопрос, что возможно или невозможно? Если можно формализовать, значит мы создадим интеллект. Правда к человеческому, как минимум. Если мы не можем формализовать и превратить наше понимание в циферки, в взаимосвязи этих циферок и знаков... Наш опыт эволюции показывает, что эволюция движется, и развитие разума движется, и развитие мышления движется нерациональным путем. Нерациональным это значит, что мы не можем формализовать. Нет. Когда появляется что-то новое, не из старого, это уже нерационально. То есть мы не можем редуцировать. Формализовать не можем. Мы не можем найти, грубо говоря, формулу, по которой... А это, в принципе, невозможно. Когда есть формула, это значит... Формуле нет новизны никогда. Нет, сама формула навизна? Появление новой формулы нерационально всегда. Математика нерациональна. Как это нерационально? Вы немножко отдельно разговариваете. Вопрос же не в теме состоит, на самом деле. По сути, вы не верите в то, что интеллект может быть помимо человеческого. Нет, я не говорю о вере вообще. Мы говорим о том... Нет, у вас нету доводов сказать, что такого невозможно. А потом к вам предъявят, предъявят... Хорошо. Так вот я с этого и начал. Мне предъявили, вам предъявили. Определите, достигли они результата или нет. Рядом ставим человека как бы. Если он может... Если все, что делает человек как бы в интеллектуальной церкви... Так, хорошо. Какого человека? Любого. Мы будем оставить Эйнштейна ставить рядом или дворника рядом? Кого вы? Любого человека. Эйнштейна ставим рядом. Нет, подождите. Не гречитесь. Для начала любого человека ставим. Нет, 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 нет. Когда мы говорим об интеллектуальной профессии... Так, что мы не все будут человеки. Нет. А я говорю об интеллектуальных профессиях. Мы не должны говорить, что интеллект это разум примерно тот же самый. Господа, ведь они... Разум нам... Это у всех людей. Ну, извини, Саша. Они испытают достаточно, если мне дурочку последнюю... Ну, мы же отличаем человека, а не человека. Нет, это уже достижение. Это уже достижение. Но когда говорят полностью о моделировании... Ну, они же не говорят об этом. Они говорят... Они сделают какую-нибудь программку, которая умеет сам обучаться... Да, причинились программки. Никакого не причинились вообще программы, на самом деле. Правильно было сказано, что невозможно формализовать. И у нас же есть наш знакомый Константин Лисицын, да? Он в свое время как бы и говорил, в чем проблема искусственного интеллекта. Невозможно формализовать и невозможно создать никакую программку. Но можно сделать такое устройство, как вот, допустим, мемористер, которое будет работать точно так же, как мозг. То есть, сеть этих мемористеров будет работать точно так же, как мозг. И он сам обучится и сам будет обучаться. То есть, мы можем смоделировать мозг и потом дать ему возможность на опыте стать... Это что-то подобное нашему мозгу. Но мы не можем сформализовать, как он это сделает. Все равно мы этого сделать не сможем. То есть, он это будет делать сам, самостоятельно. Да, он сам будет как-то делать. А мы это будет недоступно. Мы не программу в него вкладываем, а собираем механические части и запускаем в мир. Да, именно так. Но вопрос как к философу, как к философу. Вы как определите результат? Мне не интересует, что в этом черном ящике. Я согласен. Я определюсь, что это ставим рядом с человеком. То есть, это называется тестом? По тестам? Да, не причем, если какие-то формальные тесты. Человек и машины. Если они в определенном роде ведут себя одинаково и дают одинаковый результат, значит это... Понятно. Мы берем два человека... Мы так же не сможем их отличить, как мы не можем отличить интеллект животного, интеллект самого человека. Берем два человека, даем вам и просим определить, какой из этих людей интеллектуал, какой не интеллектуал. Я же еще раз говорю, любой человек интеллектуал в силу того, что он обладает... Ну ладно. Это тогда не постановка задачи вообще. Еще раз, я же начал с классического представления, что природа есть окаменевший интеллект. Да, классическое. Наш интеллект это приобщение к природе. Классическое представление. Классическая философия беззуба в этой области абсолютно. Может она и беззуба, но просто я говорю, что тут... Она не может нам ответить на эти вопросы. Я просто верю в то, что человек произошел, условно говоря, из неживой природы. Понимаете? Это не Бог его создал. Вы тогда мне объясните, как случилось то, что не было человека, а вдруг он появился. Ну как не было живой клетки, так она появилась. А этот процесс, на самом деле, точно так же удивительный. Получается, что природа неживая взяла и нас сотворила. Да. Ну, а что это удивительно? А что я не понимаю? Что без пятиста. А что это удивительно? Мы можем сотворить нечто подобное, как мы. Что тут удивительно? Если природа, в которой вообще ничего не было, никакого интеллекта, никаких... Вмудрилась нас сотворить. Значит и мы можем, обладая уже интеллектом, опытом и всем прочим, точно так же сотворить нечто подобное себе. Я не вижу этой проблемы. Хорошо. Я формулирую проблему четко тогда, вот однозначно. Сможет ли машина заниматься творчеством? Творить? По-моему, сможет. Точно так же. Я не вижу, что творчество, на самом деле, это вывод... Подождите. Это вывод из непроявленного в проявленного. Творчество – это не создание, не творение. Это просто вывод из того, что в потенции, в то, что актуально. Все. Никакого другого творчества, по моему понятию, не существует. А откуда берется в потенции? В потенции есть. Как в природе была в потенции жизнь, а нас не было. А потом мы появились. Ну, мы-то можем творить, и не каждый человек может творить. Единицы будут творить. Человек может творить. Не каждый. Не каждый. Вот видите, как будто это... Только потому, что он есть человек. Нет. Иначе он бы перестал быть человеком. Да полно людей, которые вообще не имеют представления, хотят что-то создать новое. Ну что вы, ребята. Творчество, по большому счету, это создание новой картины мира. Каждый человек пишет свои картины мира. То, что человек произносит фразу, он уже творит. Понимаете? Уже простой фразой. Он уже творит. Но он даже не творит в высшем смысле, естественно. У каждого слегка свой взгляд на мир, да. Ну, большинство готовых клише заданное воспитанием. Ну, можно иногда говорить по делу. Правильно? Творчина мира из лише соткана. Вот. И пока мы живы, пока она нас удовлетворяет, все прекрасно. Все прекрасно. А потом ба-бах. И она приходит в противоречие с чем-то. Да. Есть несколько ситуаций. Из этой ситуации. Человек либо погибает, либо берет новую схему из готовых. Или плюет. Или плюет. Или еще. А есть Кант и Гегель. Деревей придумывает. А есть Кант и Гегель, которые решают эту проблему совершенно принципиально, как никто до них не решал. Да нет, Кант и Гегель ничего такого особенного не решает. Есть людей, которые говорят, что физику на эфире построить можно. А я уж не знаю, на сколько это. Ну, в каком-то смысле можно, наверное, построить на эфире физику. Можно, нет? Ну, в принципе, свелось все действительно к проблеме творчества. То есть, есть ли в творчестве некая специфика? И есть ли специфика именно индивидуальная, что кому-то доступно, а кому-то нет. Я так хочу сказать, что когда ребята заявляют в свой проект вот эти три человека. Ну да, да. Они об этом не задумываются. Они же анекдотики. Они какую-нибудь там простейшую штучку. Не простейшую сделают. Тем не менее, очень сложно сделать. Это неинтересно, что они-то. Нам интересно, в принципе, если поставить такую задачу перед человечеством. Давайте все человечество объединимся и создадим искусственный интеллект. Не важно, что эти три там думают. Это вообще не важно. И вообще это обсуждать, по-моему, это только повод. Вот представьте, что все человечество объединилось на уровне ООН. Там собрали кучу денег, там, типа, ученых набрали со всех стран. Давайте вот создадим искусственный интеллект. Вот о чем вопрос. По мне бы задача правильная была поставить. Есть конкретные задачи. Вот есть задача перевода. Есть задача распознания образов. Есть задача, там, такая-то. Калькулятор. Вот они интересуют. Почему такой маленький прогресс в машинном переводе? Или нам не все показывают? Ну, я думаю, что нет прогресса. Потому что это связано все-таки с творчеством. Ну, то есть, прогресс-то есть? Ну, какой прогресс? Нет, ну, есть. Прогресс есть, конечно. Даже на глазах. Вот как появился, так и никакого прогресса. Он просто не было. Он появился. Иногда очень хорошо переводит. Повторяется редкость, но такое бывает. Нет, ну, скажем, даже на уровне гуглопереводчика, первой его версии, последней, есть прогресс, то есть, видно. То есть, я помню, что я загружал каких-то, смотрел, просто ужасался. Сейчас смотрю, ну, так, более-менее. И обучается как-то так. Но я все равно считаю, что настоящий перевод машина не может сделать. Потому что это образ жизни. Это опыт человеческий, который нельзя заложить. Так же и человек не сможет переводить. Не, ну, когда-то говорили, что шахматы не может, машина просчитать. Нет, просчитать машина может. Шахматы может. И значит, никогда не говорили, что не может. Вы же так все варианты пересчитаете и все? Нет, нет, нет. Если машины очень быстрые будут, то у нее будут все варианты доступные и оперирования, как и конкретное слово. Среди перевода есть поэтический перевод. Нет, поэтический я про него не говорю пока. Вот. А в большинстве случаев даже… Поэтический – это особое место. А художественный перевод мы имеем в виду. А даже и… не говоришь о философском переводе. Как можно себе представить, что компьютер придет в философский текст? Нет, смотри, поэтический перевод, я вас уверяю, даже обыкновенный человек, обладающий знанием языка, не всегда сможет сделать. Так что поэтический перевод – это особое дело. А все остальные переводы, я думаю, со временем, когда машина достигнет особого быстрого, там и память увеличится, количество будет… Да не в этом дело. Нет, я считаю, например, что человек – это просто существо, у которого огромные резервы памяти. И он использует… это чисто счетная машинка, которая умеет считать, на самом деле. И вот более интересный и более актуальный… Ничего особенно в этом нет. …подход, мне кажется, это интеллектуальное протезирование. Вот с этого надо начинать обсуждение. Возможно, интеллектуальное протезирование. Вот память вспомнили, да? Очень актуальная штука. Мы знаем, что у всех она разная. Я бы с удовольствием что-то там все лишнее поставил. Поставил бы линейку. На мышах уже вживлена память. То есть реально сделали память в виде некого кристалла, чипа, который встраивается в мозг, по-моему, мышам. Встроили уже мозги. Они реально… Вот обвлажнение процессора там. И они реально начали лучше… То есть им обрезали то, что было… Ну, а вот проблема еще… Без нашего мозга встали… И они стали… Так что не машины начнут мыслить, а просто мы станем машинами. Вот как надо говорить. Конечно. Я не знаю, что это по резку взгляду Булата, который считает, что человек – это сложная машина. Я опять же обращаюсь к классической философии… Которая теологичная исключительно. Что-то Бог сотворил. Да причем есть Бог? Да потому что Гегель – это просто Гегель. Причем есть Бог? Что человек подключен к чему-то. Что есть некая система, в которую он встроен. Встроен в какую-то систему, в социум, в какой-то… То есть сам по себе он не является автономным? Сам по себе он… Сам не творец. Сам по себе он не творец. Это социум. Вот есть одна уже со всеми там этими самыми прогнатками, вживлениями машинка одна, да? Но это еще в сети, в социум, другим словом. Да. И вот получается единица образования – это не в девятом человеке, А некий социум. Да. Ясно, если много компьютеров объединиться… Будет ли это тоже… Да это будет совершенно качественно… Да. То есть здесь вопрос… Я согласен, скажем, с такой поступкой. Я… что локальный искусственный интеллект в виде отдельного устройства, ящика, на который что-то подается и выдаётся, невозможен. По мне, как невозможен локальная искусственная жизнь, да? Она может зародиться тоже как вот поток жизни, и в котором дальше… Вот нельзя её взять и вот здесь на коленке собрать. А вот как сетевая и, опять же, по многому, может, независимая от нас. То есть в этой же нашем интернете мы делаем, делаем, как и начинаем общаться, что-то там, какие-то программы, всё… Возможно, нечто новое качество возникнет, которое… Можно назвать его интеллектом, но качество новое может возникнуть. Вот что-то, что мы, может быть, не будем понимать. Но как локальное устройство, рациональное, написанное… Могут только вот калькуляторы, камеры распознающие лица, ну, какие-то, играющие в шахматы… То есть человек, который родился, только-только он не является? Интеллектуальным – нет. И даже разумным не является. Каким образом он становится? Только приобщаясь с социумом. Что значит приобщаясь? Что происходит социумом? Что социумом его учит творческого мышления? Конечно. Самостоятельно. Все, что может делать социум – это передавать ему некие формализованные правила поведения. Это не… Я не говорю… Когда я говорю об образовании и воспитании, я не имею в виду конкретно школьную программу, записанную в учебниках… Это правило, по которым люди себя ведут. Нет. Только неправильно. Это неправильно. Это… То есть это такой когломерат, то есть в чем мы живем, что это… Нельзя свести… В общем, я живу в конкретном… Я не живу во всем мире. Во всем… Во всем… Во всем мире. Нет, нет. Это не… Человек, которые ведут себя определенным образом, которые говорят тебе определенные слова, указывая на определенные вещи. Володя, даже просто взять прямохождение твое, это такое сложная вещь… Каждый человек, который общается с нами, даже не знает, что он передает. Это не… Это… Вот я… Он думает, а вот я сейчас научу его… Это… Это… Такой сложный процесс. Даже обсуждать нечего, что это формализовано. Прямохождение… Прямохождение… Как формализировать… Прямохождение… Что? Да нет… Образование… Да это… Создана… Но это же такая минимальная счастье человека, что прямохождение… Понимаешь… Так никто не говорит, что… Вот создана… Прямохождение… Создана возможность интегрировать память с живым организмом. Создана возможность интегрировать руки, ноги с живым организмом. Есть некие моменты отдельные. Отдельные. Объединение их единое целое даст нам человека или не даст? Обсуждали уже, да… Вопрос этот… То есть получится ли человек из… Ну… Ну… Сложно сказать, получится ли человек или не человек. Получится ли что-то, что будет конкурировать с нами в этом мире? Как… Естественно, что-то будет конкурировать машина, быстрее нас бегает ей. Ну, от того, что она быстрее бегает, она нас не уничтожит. Да нет. Да причем здесь уничтожение? Это есть конкуренция. Конкуренция, я имею в виду… Интеллектуальная конкуренция заключается только в том, что один вид уничтожает другой. Но мы на разном уровне находимся. Я говорю, когда мы создадим некий интеллект, который мы подразумеваем равный человеку, он будет с нами конкурировать за существование. Не будет. Если он не будет с нами конкурировать за существование, то он не является нам равным интеллектом. Наоборот. Если он больше, чем мы, то он не будет конкурировать. Каждый народу даже уничтожит, потому что мы им уничтожили. Да ну зачем? Так же, как мы сейчас конкурируем с природой за природные богатства, за все остальное. Мы ее уничтожали, потому что мы использовали. Ну мы не уничтожили. Как не уничтожали? Ну не уничтожили же ее. Так а прошло… Извините, у меня прошло время… Да нет. Мало времени прошло… Проблемы будут… А сейчас уже все. Уничтожали раньше сейчас… Да нет, это не проблема. Уничтожали – это не проблема. Скажем так, это бытовая проблема, текущая политическая, социальная, но это не философская проблема. Это один из элементов существования человечества, то есть живого и интеллектуального. Ладно, это… Нет, ну это не так. Услышите. Просто я как бы последнее замечание сделаю. Мне кажется, после того, как парадигма того, что человек создан Богом, она как бы ушла в прошлое, в историю. Ну скажем так, перестала быть обоснованной, перестала для всех быть очевидной, скажем так, аккуратно. Мне кажется, человек с этого момента стал обыкновенной машиной. То есть теперь мы уже не можем доказать, что человек будет какое-то особое место в природе, не можем сказать, что это особое творение, нечто чудесное, неповторимое… Мы теперь должны сказать, что человек возник из неживой природы и какой бы он не был, он был обычный процесс, природный. И, собственно, нет ничего удивительного, что такая машина, как человек, может создать какую-то другую машину, которая будет для него выходит. И можно с той же степенью убедительности или неубедительности сказать, что оставив Бога в стороне, что развитие эволюции показывает, что усложнение идет в таких колоссальных масштабах, что мы не можем говорить о каких-то механизмах. И непрерывность этого процесса от биологической к социумной эволюции показывает, что человек это не просто машина, а это элемент огромной, сложнейшей системы. Более сложной машины. То есть, можно уронить машинизм как большая. Да, ну здесь терминология, то есть, все, что движется машина, ну тогда да. А если подразумевать под машиной, то есть, различать организм, механизм, тогда, если не различать... Нет, дело, я никогда не свожу, механизм, это у вас заранее как бы есть определенный... Нет, слово машина... Из внешней части. Нет. Я имею в виду под машиной, я имею в виду на самом деле то, что определенным образом автономная... А, тогда, да, все правильно, тогда я понял. Тогда, можно сказать так, что если вот машина, она действительно автономна, человек не автономен принципиально. Любой биологический организм... Это берет социум, социум берет этого, социум автономен. А социум тоже не автономен принципиально. Никто не автономен. В мире, в мире, в эволюционирующем мире, никто не автономен. Тогда и машина в том же смысле не автономна. Нет, а машина автономна вполне. Нет, в том же смысле им нужно питание, нужно там... Очень большая разница между подключенностью человека к социуму и машины к питанию. Это большая разница. Машину поставили в гараж, она простояла 10 лет, потом залили. Человека положили в отдельную камеру, прошло 10 лет, оживили. Ну, это не факт. Это не факт, но тем не менее, это же более-менее похоже на продукт. Ну, не знаю. То есть, ну, это может быть, да. Заморозили, потом и получили человека. Нет, просто факт в чем состоит, что мы в свое время, когда говорили об уникальности, неповторимости человеческой сущности, мы всегда опирались на то, что нас Бог создал. Нет, а я могу сказать на уникальность. А относительно чего говорить о уникальности? Если говорить об уникальности человека относительно неживой природы, для этого не нужно ссылаться на Бога. Он уникален по отношению к природе. Он из неживой природы произошел. Да, да. Но это не значит, что он не уникален. Почему вдруг? Ну, значит, где-то в другом месте точно так же все это про это еще раз повторяется на гамму. Все эти этапы в бесконечном мере, они... Нет, то есть, можно подойти с другой стороны, что этот процессор эволюции мира уникален. Вот это же очень... А почему это? Ну, почему это вдруг? То есть, чем? Я понимаю, что... Это диалогическое утверждение. Бог один. Это не Бог. Наша эволюция уникальна. Это не Бог. Здесь любовь с ним не при чем. Дело в ее словах же просто. Вы говорите, что наша эволюция уникальна. Почему? Потому что она эволюция. Я считаю, что законы природы привели к этой эволюции. Вы рассматриваете законы природы как нечто внешнее относительно мира? Нет. А сами законы природы являются вписаны в эту эволюцию? Я согласен, что есть эманентные законы природы, по которым развиваются наши эволюции и другие эволюции. Даже нет никаких эманентных законов. Они сами есть. Как человек уникален и породился в этом мире, так и сами законы в свое время породились в этом мире. У вас везде творение есть. У меня нет никакого творения. У нас была потенция. Пустой мир, пространство, в нем было потенции и все было. Все потенции было. Да. Потенция проявляется в актуальности. Есть две различных подхода. Один подход. Что на начало мира все записано, все известно. И мир представляется только как развитие некой потенции. И, скажем... Ничего не записано было. Это один вариант. Но не было записано в том виде, что уже были законы. Но не было ничего. Произошел некий толчок, который дал, что начал писать. Вот. Блад говорит нет. Блад этого не говорит. Нет, он говорит, что в потенции все есть. Нет, потенция это не означает, что написано, только не реализовано. Ну, нет, 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 нет. Не было даже не написано. Если нет ничего этой потенции... Не написано это метафор. Это метафор. Написано это метафор. Не написано это метафор. Нечто подразумевает потенция. Если у нас все потенции есть, то они подразумевают все, а это значит ничего. Подождите, давайте опять спор немного вводишь. Речь идет о том, что есть простой принцип, начиная с древних философов, что из ничего ничего не возникает. Поэтому и говорится, что есть потенция, то есть что-то, из чего все возникает. А у вас получается, что есть ничто, и из ничто что-то возникло. Есть действительно два разных подхода в науке. В науке это один подход. Что все новое получается случайно. Случайно сколько угодно. Но эта грязь-то и была потенцией. Да почему? Понимаете, весь принцип, что из ничего ничего не происходит. Обязательно должно быть нечто, из чего оно происходит. То есть это нечто в потенции и содержит все остальное, что из него произошло. Это и называется быть в потенции. Поэтому когда Бог творит из ничего в мире, это и удивительно. Он берет из ничего и творит. Можно сказать по-другому. Вот все, что возникнет в будущем. Все уже есть сейчас в потенции. Да. Но в другом слове должно быть связано с тем, что уже есть. Да. Поэтому никакой случайности говорить как-то такое слово. Это вот то, что был вопрос, который больше всего беспокоил как. Да. Как это так? Ага, возьмите, да? Мы должны быть уверены, что мы ознаваять мир. Ну ладно, давай тогда. Что мы никогда в будущем не встретимся с чем-то. Ну, что мы не можем объяснить. Я в неделе в городе. Не понимаешь, да? Что все взаимодействуют в городе. Взаимодействуют. Более того, самая главная проблема состоит в том, каким образом наша свобода, которая, как считал Кант, возникает именно из творчества, из ничего, вторгается в эту связь природы, да, и как бы еще там какие-то новые необходимости завязывает. То есть как мы вообще совершать поступки свободные можем? Потому что если все природа, то никакого свободы как бы нет. Потому что свобода понимается именно как творчество, да, как творение из ничего. Ну, как-то именно так. Нет, вообще, эту проблему мы уже несколько раз затрагивали. Действительно, в науке у нас четкая граница проходит в осознании появления нового физики. Так, все законы на этот момент начала ноль даны. И все развитие физического мира как бы предопределено только условиями. Высокая температура, высокое давление. Один мир остывает. Но законы все предопределены уже на начало, да. И до определенного момента все так и происходит. А вот жизнь, когда появляется, все меняется. То есть мы спрашиваем, а жизнь этими законами предопределена была? Вот все до жизни, вот четко, все по всем, там все согласно термодинамике, квантовой механике, и все. Меняется температура, меняется давление. А потом верится Бог. Да, Булат, забудем Бога. Я не говорю так. Я говорю, ну, Булат, ну зачем же, вы же знаете прекрасно, ну зачем же. Нет, я не говорю, вы подводите, вы так же. Я не подвожу и совершенно не имею в голову. По поводу физики я бы поспорил, потому что есть две точки зрения физики. Одна говорит о том, что мы можем построить теорию, которая будет описывать нам все. А вторая говорит, что нет, мы можем только предсказать результат. Но как этот результат был достигнут, мы предсказать не можем. И отсюда, соответственно, возникает проблема существования объективной реальности. Есть ли она? То есть, в принципе. Нет, мы сейчас ставим проблему, что физика до какого-то момента прекрасно описывала мир, как проявление того, что было задано набором законов вначале. Описывала как поведение или описывала как результат? Это разница? Ну, без разницы. В данном случае без разницы. Для моего, для нашего разговора, для другого разговора это имеет значение. А когда появилась жизнь, она ее описывает физико. Жизнь нарушила законы физики. Жизнь появилась не как результат охлаждения Вселенной, как все остальное до этого. Все остальное появлялось молекулы, конденсация газов, планеты. Все появлялось как результат физического изменения обстоятельств мира. А вот жизнь, вот как-то по-другому. Вот тут стоит черта вот такая. Почему? С чего? А, потому что физика нам не может сказать, что такое же. Физика просто еще не объяснила. Не означает, что она не объяснила. Ну, вот это другой вопрос. То есть, я подниму руки вверх, когда физика мне напишет формулу, вот это живое, а это неживое. Для этого нужно понимать, формализовать, что такое живое, а что такое неживое. Да, но по физике, поскольку этого не может формализовать, вот у меня и большие сомнения, что это вообще формализуемо на языке физики. Да, поэтому мы переходим к созданию интеллекта, потому что мы не можем создать интеллект, потому что мы не можем формализовать. Мы не можем формализовать. То есть, и для меня действительно, заканчивая, наверное, с того, что пока мы не формализовали, и пока не то, что у тех программистов, которые этим занимаются, а даже у интеллектуалов, там у философов нет единого представления, то что моделируется? Правильно, пока мы не знаем, что жизнь, что мы будем моделировать? Пока мы моделируем отдельные элементы, которые мы считаем, определяют жизнь. А я хотел бы сказать, что надо парадигму сменить. Почему вы все хотите формализовать? Не надо ничего формализовать, надо повторять то, что жизнь. Повторение это и есть формализация. Еще раз объясняю, создать, 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 создать. Вот мемористы, которые можно создавать сети нейронные, которые могут запоминать его платы и его пробовать. Да, вы, слушай, я извиняю, переменю, потому что... Надо повторять, потому что... Да, 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 вот я хочу сказать, что это парадигма, вот это мышление было лет 20 назад у программистов, когда они начинали заниматься генетическим программированием. И они кучу генетических алгоритмов создавали и запускали, и сидели и ждали, что что-то появится, и ничего не появлялось. Нет, просто это... А почему? Программисты здесь вообще не пришли. А больше... Почему? Потому что, опять же, а что в конце? То есть можно запустить, как бы так, но это не является созданием искусственной жизни. Я типа запустил и сижу, жду, а вдруг появится что-то. А что появится? Нет, давайте я как бы просто смысл свою скажу. Я не хочу, чтобы сразу появилось, это не так... Да, мы это можем... Чтобы сразу появилось во всех формах. Имеется в виду, что... Что когда-нибудь получится, если запустим. Нет, парадигма в чем состоит. Сейчас парадигма такая, что надо все формализовать, запустить вычислительную машинку, она типа все вычислит. А парадигма должна быть другая, на самом деле. Надо смотреть, как природа делает, моделировать, как делает природа, и пускать... И пускать в этой природе... Не можем мы это сделать. Мы многое вещи, на самом деле, которые у нас есть в жизни, произвели люди, они, например, древние, они ничего не вычисляли, они просто смотрели, как катится, и делали похожее на природу. Понимаете? Да, чтобы делать похожее на жизнь, нужно понимать, что это. Не достаточно просто загнать в пробирку все существующие молекулы... Не надо такие пробирки загонять, на самом деле. А что? Как тогда? Надо смоделировать процесс... Мы будем моделировать некие процессы. Представляете, получим... Вот это вот, то, что мы смотрели, это жизнь, а это не жизнь. Мы взяли кучу этих меморий, а собрать соединили их каким-то образом, бросили их, так сказать, в жизнь. Ну и пускай. А подождите, я же смысл, что-то я скажу смысл. Еще раз скажу. В общем, забавим, есть очень-очень... Ну, я не знаю, как бы дадите мне сказать. Не открывай книгу. Нет никакой задачи формализовать ничего. Такой задачи, нет. Вот и все. Понятно, да, Влад, эта мысль понятна. Соберем доклад уже, невозможно промоделировать мозг. Ну, а как это... С точки зрения физики. Привод природы как нас промоделировать? А природа нас как промоделировала? Привода нас. Она же нас отмоделировала, и мы теперь есть. Она может не моделировала, а может собрала в кучу, как попала? Ну, нам так же надо. Нам точно так же надо. Лучше ставьте. Точно так же. Трест-то я верю, Лёшечка, лучше-то я отмоделилась. Проблема, что-то в чем? Ну, давайте объясняем другого слова. Я повторяю то, что мы когда-то докладывали здесь. Представьте, что мы можем просчитать состояние мозга, ну, в какой-то теории, сугубо физической, описывающей физический мир, мы можем оценить и предугадать, ну, по сугубо физическое объемное, состояние мозга. Ну, вот, если мы это делаем, я считываю, что в момент времени, там, Т1, вот такое состояние мозга. Но фишка заключается в том, что мы оцениваем состояние своего мозга. Не чужого, а своего. Ну, мы позвоним состояние мозга. В этот же самый момент, да? Да, после того, что мозг прогнозировали мы некое состояние мозга. Нам нужно понимать, как это состояние мозга соотносятся с внешним миром, как он у него влияет. От того, что мозг прогнозирует, что, так говоря, эта книга переместится отсюда сюда, это ни о чем. Для того, чтобы понимать, что она живая, не живая, мы должны понять, как эта книга, вот здесь, она будет вписана в мир. От того, что мы прогнозировали переход, мы прогнозировали даже не переход, а мы прогнозировали состояние в конкретный момент времени. Но это не означает, что мы создали что-то живое. Мы просто прогнозировали, что в этот момент будет вот так. А в этот момент будет вот так. А где здесь живое? Мозг живое. Мозг живой в движении, он не живой в момент времени Т, как мы уже говорили. Нет, это такая естественная динамика, есть некие законы, описывающиеся. Вы опять отклонитесь? Да, мы отклонитесь. Условно, мы выбираем момент времени Т, да? Вот. Мы описываем только состояние в каждый момент времени, мы не описываем его деятельности. Уже не мозг обсуждали. Но мозг как пример живого. Нет, есть несколько действительно направлений. Одно направление, которое в моделировании или попытке создать искусственный интеллект. Одно направление, это вот чисто смоделировать, написать программу, понять, что такое. Один. Второй путь, который предлагает Булат, он как бы не предлагает, в смысле это известный путь. Это нужно запустить некую эволюцию, то есть не программировать, не моделировать, а просто задать какие-то начальные условия, взять какие-то элементы, которые сами сэволюционируют до живого и до искусственного. Есть еще один момент, способ, это раскрыть нашу коробочку и вот разобрать по всем нейрончикам и попытаться создать то же самое и запустить это. То есть мы не знаем чего. То есть либо эволюционный, либо технологичный, либо эмбутационный. Вот эти три пути. Это как копирование. Да, копирование. Копирование. И ни один из них уже реализовывается, уже сколько лет, но не привел к значительной результате. Ну, это потому что эволюция тоже миллионы лет была, как бы известно. Нет, нет, была... Вот смотрите, вот техника, берем эволюцию техники. Но согласитесь, что за какой-то краткий промежуток техника просто... Но это не эволюция техники. Эволюция техники это отражение эволюции мышления человека. Правильно. То есть она не эволюция... Не техника эволюционирует, не паровоз стоит, и из паровоза получается автомобиль, а потом еще что-то. Подождите, подождите, подождите. Как эволюция человека, она тоже была как? Это не эволюция человека, это эволюция природы. Это эволюция природы. Значит, также как бы эволюция техники, естественно, опирается на какой-то, на кого-то, на что-то. Есть какое-то основание, на котором она развивается. Поэтому можно технику рассматривать как отдельное явление и рассматривать, как она эволюционирует. Как аргументная социальность. Кстати, Влад, я перебью сказать, что вот интеллект и разум, он вплетен в эту общую цепочку. И он не может появиться где-то локально сам по себе. То есть он и в живой природе, и в человеческой, и дальше в технике развития. Он вплетен в это. То есть это нечто надстоящее. И поэтому бессмысленно говорить, что вот мы сейчас еще где-то в мобильнике его воспроизводим. Я же не об этом же говорю. Я имею в виду, что просто никакой границы принципиальной между человеком и техникой, такой, которую нельзя перешагнуть. Нет, конечно же. Вот вы говорите, что нет. В этом разница. И я опираюсь только на то, что точно так же, как из неживой природы. И неживая природа как-то перешагнула в живую. Точно так же и мы можем перешагнуть в технику. Точно так же. Просто на том же самом основании. Просто перешагнули, живая в живую. Ну да. Ну я говорю, что это и другая версия, что Бог нас создал. Тогда да, не перешагнули. Нет, почему Бог? Не Бог. То есть это концепция всего, да. А какие бывают концепции еще? Либо мы из неживой природы эволюционировали в живую, либо как бы нас сотворили, это действительно из ничего. Взяли чик и сотворили. Ну, в принципе, да. Получилось, что тема искусственного интеллекта свелась к теме эволюции и вообще появления интеллекта. Но в чем состоит? Суть искусственного интеллекта может появиться как эволюция, как техническая эволюция. То есть вот техника куда-то эволюционирует. И мы не знаем, мы даже сейчас не понимаем, куда она эволюционирует. Она куда-то эволюционирует, эволюционирует. И эта эволюция может привести к тому, что эта техника станет интеллектуальной. Сама по себе не так, чтобы ее наделать. Но пока, пока техника сама не эволюционировала. Это есть эволюция нашего разума. Ну, точно так же, но теперь и мы тоже не эволюционировали, эволюционировала природа. Да, да. Это просто некое есть основание, на чем все эволюционирует. На нас, пока мы на самом деле, техника паразитирует на нас. Но может случиться так, что мы станем паразитами, понимаете, а техника... Да, и она идет вперед, но при этом, я хочу заметить, что когда не будет проблемы искусственного интеллекта, это будет не наш интеллект, который создан нами. Это будет нечто, ну, как наша экономика по отношению к жизни, биологически. Но я же изначально сказал, что интеллект в природе есть. И мы просто по-разному к нему приобщены. Люди будут приобщены в меньшей стиле, чем машины. Да, и по этому... Нет, машины будут больше приобщены к этому интеллекту. Но они не будут тем устройством, которое хотят создать. А что там случится с ними? Ну, в любом случае, интеллект — это не то, что только человеку принадлежит. Ну, конечно, конечно. Это принадлежит всем. Как бы это в природе присутствует. Да, и мы просто, как бы, оно как потенции присутствовало еще тогда, когда из человека их помене не было. Но когда человек появился, просто эта потенция проявилась. Теперь есть машины. Пока, как бы, они к интеллекту имеют слабое отношение. Но когда, ну, постепенно, если они будут дальше так эволюционировать, как сейчас они эволюционируют, они рано или поздно просто к нему приобщаться, потому что это... Но они сейчас приобщены к нему. Они сейчас приобщены пока как паразиты. Пока они просто устройства, которые нас дополняют. Со временем они станут автономными устройствами, которым мы не нужны. Которым мы будем паразитами, они будут... Но это не проблема искусственного интеллекта. Тогда возникнет проблема Володки, что, в общем-то, паразитов надо уничтожать. Это совсем другая проблема. Это действительно проблема эволюции, а не проблема искусственного интеллекта. Локального искусственного интеллекта. Нет, я считаю, что это искусственные, вообще проблема интеллекта и проблема эволюции, как ни странно, это одна проблема. Это одна проблема. А начали мы не с проблемы эволюции, не с проблемы интеллекта, а с локального устройства, что можно ожидать от локального устройства, от программы. Решение частных каких-то проблем. От программы, наверное, да. Просто как бы по проблемам сложнее. И именно, опять, наверное, заканчивая, закругляясь, что нужно, прежде чем говорить о каком-то искусственном интеллекте и платить за это деньги, нужно спросить вопрос, а чего в конечном итоге она будет делать? Не абстрактно, она будет как человек. А что будет делать? Будет стоять распознаватель на входе лица? Отлично, гениально, пять копеек. Будет делать даже перевод удовлетворительный технического текста. Отлично, гениально. Будет искать в интернете ответ на любой вопрос. Нет, она сделает из нас батарейки, и мы в матрицу, наконец, с удовольствием в матрицу войдем. А потом, вообще, зачем? Да, есть еще один такой интересный момент. Мы, когда обсуждаем искусственный интеллект, мы почему-то думаем про некое идеальное, такое хорошее, правильное, разумное устройство. А человеческий интеллект ущербен. Он плохо работает. Он плохо работает. Он ошибается постоянно. Плохая машинка. Да. И при этом, мы вот, скажем, берем курс учебный, набирает профессор учебный курс. Из 20-30 человек, подавших надежды, дай бог один научится чему-то, остальные отсеются. То есть, и ставится вопрос, вот этот отсев, это плохая работа, ненадежность, очень ненадежная эта машинка. Она является... Все-таки машинка. Ну, в хавычках, да. То есть, вот это устроение... Это оговорки по поводу. Да, да, да. То есть, оно может быть своей ненадежностью, плохой устроенностью. Это является имманентным свойством, обязательно. Нет. Именно то, что вот так вот... Сумерное опускание ошибки, это есть только живого. Живого и интеллекта. То есть, они пытаются... То есть, скажем так, они... Если правильно ставить вопрос вот полностью, как бы было, поставить человека и определить, что вот точно равен человеку, так нужно в него вложить возможность ошибаться, плохой памяти, забывать. Может быть, и надо. Может быть, и надо. То есть, может, это как раз является имманентным свойством именно для творчества. То есть, человек, который все помнит, творить не может. Он может забыть где-то, перепутать. И тем более, что мы когда говорим, что профессор-то рассеянный. То есть, рассеянность, некая несуразность, неадекватность поведения, она свойственна интеллекту. Когда интеллектуал... И мы этому не удивляемся... Я сказал, свойственно людям, а не интеллектуал. Нет, нет, нет. Именно интеллекту. Нет, нет. Я сказал, в общем, это свойственно. Но когда мы говорим об интеллектуалах, мы как раз говорим о неких странностях. То есть, может, это имманентное свойство, то нужно моделировать его, а не моделировать нечто идеальное. Вот тоже вопрос. А этот дело, он не ставится там. Мы пытаемся сделать действительно строго решающую задачу машину, которая будет чем четче она, для той же эволюции. Почему возможная эволюция интеллекта была? Потому что был такой разброс, такие ошибки интеллектуальные, такие заблуждения. То есть, вся наука, все развитие интеллекта, сплошные преодоления заблуждений. Ну, то, что это у нас единственный метод движения, методом проб и ошибок. Да. Машина точно так же методом проб и ошибок будет двигаться. Значит, нам нужно сделать заблуждающиеся, с плохой памятью. Не заблуждающиеся, а которые ставят гипотезу и их проверяют. Вот такую машину надо сделать. Ставят гипотезу, проверяют не так. Ставят гипотезу, проверяют. Но это не ошибка. Ошибка, она... Нет, метод проб по Попперу, это ошибки, да. То есть, это действительно эволюционная эпистемология попперовская, где он, да, действительно, сравнивает Штейна с Амебой. И говорил, что вот они совершенно одинаково действуют методом проб и ошибок. Разница есть в том, что в результате ошибки Амебы она погибает, в результате ошибки Эйнштейна он просто отвергает гипотезу, берет другую. Она остается жить. Но вот, да, да, вот тоже такой момент интересный. Не идеальность интеллекта, его щербность. У машин современных, как мне кажется, что они совершенно, как бы, у них нет вот этого возможности зависнуть, да, как бы, и думать о том, какое действие сделать. Перебора возможностей у нее, как бы, нет. Она просто действует по программе. Нет, нет, есть. Почему перебор? Шахматные программы действуют именно перебором. Шахматные программы – это чисто перебор. То есть, все варианты просчитываются... А как она выбирает лучше? О-о-о! То есть, она, по сути, по сути, грубо говоря, проигрывает каждый вариант до конца. Как бы сама собой. Ну, тогда получается, что, вот, я говорю, в этом смысле мы тоже машина? Мы точно так же перебором? Нет. А мы вот поступаем как-то по-другому. Нет, из того, что у нас этого перебора нет по факту, что не так происходит, что вот я сижу и перебираю. Ну, в некотором отношении какие-то варианты, и я из этого варианта каким-то способом выбираю. Огромное количество, ну, озарений, прозрений и все прочее. Можно, конечно, свести, что это просто скрытая рациональность. Скрытый выбор такой. Скрытая рациональность. А можно сказать, что это вписанность в некую систему надрациональную, которая позволяет человеку поступать мгновенно, правильно и нерационально. Часто неправильно. Наоборот, мгновенно, но часто неправильно. Часто неправильно.